В художественном музее открылась масштабная ретроспективная экспозиция династии Кукулиевых. Впервые в полном объеме показан весь диапазон творчества трех поколений семьи. Эта выставка – попытка осмысления общности и созвучия их работ. И, как выяснилось, успешная. Выставка получилась очень насыщенной. Здесь более 300 произведений представлено. Она масштабная, она ретроспективная, потому что творчество представлено более чем за 50 лет. И весь диапазон того, чем вообще полишане занимались, здесь зрители могут увидеть. Глава семьи Борис Кукулиев – заслуженный мэтр Палихом. Его знают все – от политиков и космонавтов до церковных служителей и кумиров эстрады. Он расписывал дворцы пионеров, панно для посольств, создавал иллюстрации к Библии и мультфильмам. Юрий Гагарин у Кукулиева – былинный герой. Цикл «Сын России» – это редкий случай, когда книжные иллюстрации появились раньше, чем текст. Текста не было как такового, понимаете, сначала. А когда были рисунки сделаны, то молодой гвардии предложил Альберта Леханова показать ему рисунки. Он написал текст к ним. Ну и вот мы сделали красками эту вещь. В 80-м году на съезде комсомола альбом «Сын России» был подарен 5000 делегаций космонавтов со всего мира. Я тоже был на съезде, а в гостинице жил «Россия», отдельный номер у меня был. И там каждый день приходили делегаты вот с такими пачками альбомов. Я их подписывал. Помню, грузины пригласили в ресторан, тоже альбом подписывать. Ну вот так было все, общение. Ну я три года, три дня там выдержал, а потом уехал. Вместе с супругой Калерии Кукулиевой они выполнили эскизы уникальных сценических костюмов для Махмуда Сымбаева и ювелирные украшения для Людмилы Зыкиной. Большинство миниатюрной и монументальной живописи также создавалось совместно. Многие называют дуэт художников сложенным из абсолютно полярных индивидуальностей. В этом союзе, как говорит внучка Полина Кукулиева, рождается третий художник. Эти люди, моя дедушка с бабушкой, они всю жизнь живут вместе, всю жизнь любят друг друга и то, что у них разный стиль, только помогает сделать что-то новое и индивидуальное в общей работе. Сама Полина решила выйти за пределы лаковой миниатюры. Ее акварельные работы – это самостоятельная стратегия творчества, которая так или иначе созвучна с семейной традицией. Я думаю, что можно работать в технике лаковой миниатюры, но это пока не представляется для меня возможным. Потому что пока я не знаю, куда двигаться в этом направлении. А акварель – это моя давняя страсть, это даже не любовь, это просто суть такая. Я даже не знаю, как я пришла к этой технике. Но я могу точно сказать, что я очень ее люблю и стараюсь работать достойно. По словам организаторов выставки, стены музея так и не смогли вместить весь творческий багаж династии Кукулиевых. Многие их работы хранятся в музеях и частных собраниях по всему миру. Эти талантливые полишане действительно образовали отдельную творческую платформу, на которой теперь на протяжении многих столетий будет существовать вся мировая культура. Инна Сардейск, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.